Продолжаю дальше работать над танком Т-44 и сегодня буду красить его в базовый цвет. Базовый цвет буду намешивать с красок Мистер Хобби H78 Оливдраб и краска Томмия XF58 Оливгрин. Оливгрин возьму 6 частей, Оливдраб возьму 5 частей. И добавлю одну часть желтой краски фирма Томмия X8. Все это разводим и буду задувать самодельным цветом. Что получится увидим на видео. Если что, если вдруг цвет немного не понравится, то будем дорабатывать его уже фильтрами. Краску развел предварительно. Начинаем красить с башни. Перейдем в ускоренный режим. Чтобы нам не мешал шум компрессора. Чтобы быстрее было видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 выступающие части после того как все подсохнет и что вот хочу сказать мне понравилась техника черное-белое при покраске если кто видел мои серии мои видео по брдм-1 там я как раз первый раз попробовал этот метод мне он очень понравился и однотонные все-таки когда вы делаете модели то я думаю лучше перед покраской базовый цвет все же применять технику черного-белого более контрастно все выделяется и более контрастно все видно после пришейдинга не знаю камера покажет не покажет но не так не такой контраст как хотелось бы ну теперь дадим модели хорошо просохнуть так как на улице жарко в краску добавляю ретайдер и модель намного дольше будет высыхать на этом буду заканчивать друзья всех благ вам вашим близким оставайтесь с нами